Четыре свадьбы, ну вот и всё, ты замужем теперь. Добро пожаловать в студию Пятницы! Сейчас здесь собираются красавицы-невесты, чтобы рассказать о своих свадьбах. Здравствуйте! Привет! Девушки, что вас так удивило? Она необычная, не такая, как мы. Мне показалось, что она не с нами. С вами, с вами. О, а вот и последняя невеста подоспела. Можем начинать знакомиться. Первая участница из солнечного Краснодара. Меня зовут Олеся, мне 35 лет, я многодетная мама. Вау! Три девочки. У Олеси трое детей? Для меня это был шок. Я подумала, вау, какая фигура. Я адвокат, веду строительный бизнес совместно с мужем. Олеся совсем не похожа на адвоката. Какой бюджет твоей свадьбы? Бюджет свадьбы мог бы составить 500 тысяч, но так как у меня очень много друзей и партнеров, свадьба обошлась намного дешевле. 50 тысяч, все остальное по знакомству и по бартеру. У меня, честно говоря, возникла заясть. Мне приятно то, что друзья тебя поддерживают. Будет очень много разных сюрпризов и фишек. Я все интриги открывать не буду, вы все увидите в Краснодаре. Видимо, она сама еще некоторые моменты, может быть, не знает. Может быть, она действительно захотела какую-то интригу. На свадьбе все узнаете. А пока ознакомимся со второй невестой, Верой. Я с города Волгограда, мне 33 года. Я домохозяйка, но я автомодель. Вера как модель. Красивая, стройная. Мы с мужем уже вместе 10 лет. У нас двое деток. Сейчас мы хотим отпраздновать годовщину свадьбы в классическом стиле. Зачем на репите повторять какое-то событие, если можно обыграть его более интересно? Я бы очень хотела попасть на классическую свадьбу, как в наши старые добрые времена. Одеяние невесты у меня тоже классика классика. Для меня это скучновато. Через 10 лет опять одеть белое платье, это так романтично. Но для меня скучновато. В Питере уже давно не популярны пышные платья. Вот это Екатерина Елизавета. Это пошло. Пышные платья можно одеть только на свадьбе. Надеть. Каждый из нас делал абсолютно ошибки в плане речи. Но Аня именно мне решила уделить такое максимальное внимание. Ну что, надо учить русский язык? Я как учитель. Я наставляю ее. Девушки, успеете еще блеснуть знаниями? Знакомимся дальше. Наша третья участница из Москвы. Любовь. Мне 47 лет. Неожиданно увидеть женщину, ну, такую взрослую на данном проекте. Мы с мужем вот уже 25 лет вместе. Нас трое детей. 25 лет вместе. Вообще, женщина умница. Обычная женщина. Расскажите, пожалуйста, подробно, сколько у вас происходит интимная неделя? Ну, конечно, я так немножечко обалдела. Я была шокирована. Я не ожидала такого компрометирующего вопроса. Я говорю всегда о сексе. Это свобода. Я упущу этот момент, потому что мне кажется, это не скромный на самом деле вопрос. Но я не стала отвечать, потому что мне кажется, это глупо. И правильно. Мы ведь здесь свадьбы обсуждаем. Какая будет свадьба? Мы решили в индийском стиле. Почему? Потому что я очень люблю Индию. У нас даже будет свадебная церемония именно вот в индийском стиле. Сейчас это уже не новинка, а не какой-то тренд. Мне это очень интересно, потому что на самом деле я не очень понимаю, о чем идет речь. И где-то колхоз. Ух, и разошлась наша четвертая невеста. Аня, любопытно, а какая свадьба будет у тебя? Я вас приглашаю на свою свадьбу. Она будет в стиле Кубы, так как у меня папа живет на Кубе. Я Анна Костелена с Хосеевна, Суарас, если что. И так же, детки, здесь со мной шутить не надо. Аня, казалось, девушка немножко дерзкая. И хочется иногда ее укусить. Ну, кубинские корни дают о себе знать. То есть это а-ля кубинская вечеринка. Ты нас окунешь. Я вас в атмосферу жестко Кубы. Дрескот, платье, сарапан. Ну, что-то такое пляжное, легкое. Ну, то есть не поедки, как мы сегодня с тобой. Нет, там такого нет. Там только такие, ну, за шампунь спят. Пипец. Не совсем она себя культурно ведет. Она наглая. Другое слово сказала. Ой, извините. А бюджет твоей свадьбы? Бюджет моей свадьбы 30 тысяч рублей. А как же на 30 тысяч можно в ресторане гостей накормить? Мне не нужны подарки от вас. Ваш подарок будет любое блюдо от вас, приготовленное на мою свадьбу. Еда каждого гостя, это банкетный стол. Блин, ой, хитрая. Я считаю, что это не очень нормально, везти из Краснодара в Питер какое-то блюдо. Представляете, я и с ведром Оливье. Что-то я начинаю нервничать. Будешь танцевать, не будешь кушать. Чего ты нервничаешь? Пожрать-то я люблю. Так, на Аньке на свадьбе я голодная, я так поняла. Не переживай, Анины друзья тебя голодной не оставят. Ну что, девчонки, готовы к бою? Я хотела бы поднять бокал за знакомство и сломать этот стереотип, что это шоу о женском характере. Пусть наши четыре свадьбы будут самыми лучшими. Девочки, извините меня. Если ваши мужья будут ко мне липнуть, я в этом не виновата. На данный момент мне кажется, что жестить будет Аня. Мне кажется, она будет занижать. И я одержу победу, детки. Четыре невесты, четыре жениха и всего лишь один медовый месяц, ради которого они пойдут на все. Объявляю вас мужом и женой! Четыре свадьбы. Самое сердечное. Реалити на пятнице. Добро пожаловать в Краснодар. Город, где загорать можно даже зимой. Здесь живет наша первая пара. Олеся и Глеб. Ребята, жду вашу историю любви. Мы познакомились, когда я работала в фирме юристом. Глеб пришел туда обновлять программы на компьютере. Увидел и с первого взгляда я влюбился. Но она меня расстроила, сказала, что она в браке, что у нее ребенок. Через год в социальных сетях она написала, что развод это не конец, это начало, ура. И я в тот же мгновение написал ей. У нас началась очень активная переписка. Потом мы договорились о свидании. Мы поехали в ночной флоп. Когда он меня пригласил на первый танец, мы соприкоснулись с телами в танце. Я никогда не забуду. Вот было ощущение, что я обрела ту принстань. Как будто ты всю жизнь чего-то ищешь, и ты нашел. И когда же вы решили пожениться? Мы лежим вместе, и я говорю, я знаю, о чем ты думаешь. Я думаю, что ты хочешь сделать мне предложение. Он говорит, да, я об этом думал. Ну и все, мы пошли уже подавать заявление. Мы пришли, отсидели в очередь, как обычные граждане, зашли к этой женщине. Она открывает мой паспорт и говорит, вы вообще нормальная девушка? Типа, вы замужем, подаете заявление. Идите, разведитесь и приходите снова. Пришлось немножко подождать. И вот этот долгожданный день настал. Олеся решила сделать его по-настоящему особенным. Наше утро началось с того, что Олеся нас пригласила в спа-салон. Как вам, девочки, нравится здесь? Очень нравится. Мне понравились все замечательные процедуры. Все стандартно. Распарили, почистили, сделали массажи. Для меня это было прикольно, хорошо, но не так, что вау, ничего себе. Когда она родилась, очень довольна. Я, честно говоря, не ожидала, что Олеся сделает нам такой праздник, такой девичник. Любое действие участницы для того, чтобы произвести впечатление, потому что мы участвуем все-таки в конкурсе. Конкурент, шахмат, хот-каю. Главный конь вас еще ждет впереди. После спа у нас был пати-бас. Ой, девчонки, ты не нашли автобус? Ну да, 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 вот они есть. Пати-бас. Вот мы нашли вас. В общем, такой веселый автобус. Я первый раз в жизни ехала на таком. Девушки, погодите веселиться. Вы хоть невесту дождитесь. Красота неземная. Да, видела платье Олеся, она в нем выглядела, как ангел. Современное обычное бадуарное платье. Оно не вписывается в пати-бас, но это и дураку понятно. Такое ощущение было, если я так вот дерну, и сорвется юбка от корсета. Ань, а ты не дергай, лучше танцуй. У нас цвет настроения черный. Фил, эй, эй. Цвет настроения черный. На губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле. Она так чувствует себя богиней. Нас так качал, сновдох, отдыхает. Люба схватилась за шест, но я зажигала так, что по-стриптизерски типа. Она реально жгла. Плясала так, что мамма-мия. Я бы танцевала нормально, опять же, если бы не путалась у меня под ногами это Анна. Я подняла платье, закинула на нее ногу, все, стриптиз. Я думаю, у нее швы по платью, от толстоты ее порвусь. Девчонки, ну вы жжете. Однако весело здесь не всем. Я говорю, в молодинке невестки нет в настроении. Или это такая фишка? Нет. Типа на все свадьбы приходить по всей настроению. Мне не было весело. После спа я была очень расклеенная. Вот нереально, мне просто не было сил. Мне хотелось лечь и спать. Вер, какой спать? Вон же ресторан на горизонте. Приехали в ресторан, вышли и встречает нас ведущий. Здравствуйте, добро пожаловать на Кубань. А точнее, на свадьбу Олеси. Бюджет 50 тысяч рублей. Стиль свадьбы классический. Фишка пати-бас. Зашли мы в ресторан. Я обалдела. Ресторан, в принципе, пустое. Не было ни единого декора. Это же так важно. Я не ощущаю духа свадебного. Просто как будто пришли в кафе. То оформление, какое нужно, оно было. И цветы, и сердца. Я не знаю, может, в Краснодаре так модно. Ресторан холхозный. Девочки, я не хочу никого обидеть. Просто мне объясните, почему столы пустые. Я ждала ресторан, что я там поеду. Потому что я была голодная. Я вечно голодный человек. Так банкет еще не начался. Сначала церемония. Какой-то там ведущий позвал нас на церемонию. На улицу. Вау! Ну вот и все. Ты замужем теперь. Что я вижу? Арочка такая стоит. Из цветов. Фонтанчик я обратила внимание. Там эти какие-то стоят гаражи. Просто посадочные места и холод. Мы готовы. Вы, надеюсь, тоже. Ваше преосвященство. Вижу я этого пастора. Пастор меня немножко смутил, потому что... Ну это же не настоящий пастор. Он же актер-пастор. И слышу знакомые мелодии. А у нас это же музыка. Мелодия, которая также должна прозвучать на моей свадьбе. Вера, не хочу тебя огорчать, но эта музыка звучит на каждой второй свадьбе. Уважаемый Глеб, готовы ли вы заботиться о своей супруге и всегда быть надежным бичом и стеной для своей семьи? Да. Уважаемая Олеся, готовы ли вы быть настоящей хранительницей семейного очага? Олеся, супруг, мы с тремя детками. Я подумала, боже, ну как они прекрасны. У меня даже текли слезы, я не могла остановиться. Это было наиграно. Мне хотелось разреветься, потому что это все равно так романтично. В то же время меня перебивал холод. Я понимаю, что мне реально замерзли ноги. Мне все время трясло, мне было холодно. Я так сидела. Ну все, пойдемте вовнутрь, да? Мы зашли потом уже после церемонии в ресторан. И тут опачки, а столы накрыты, а все есть. Ну все, моя душа обрадовалась. Ну сейчас беру пока. Кухня очень вкусная, да? Либо я очень голодная. Сып, рыба красная. Еда была обычная. Горячая я вообще не поняла. Был тоненький-тоненький кусочек мяса нарезанной. И тушеные овощи, прям размазанные. Извините, что это такое? Я утром бутерброды так делаю себе. Еда мне понравилась, она вкусная. Ну, червячка заморили, можно и ведущего послушать. А давайте сейчас проведем небольшой такой интерактивчик. А откуда в этом зале собрались гости? Город-герой Волгоград! Мне так обидно стало. Город-герой Волгоград! Ну это нахэ, что мы такие колхозники. Это, блин, Краснодар говорит нахэ. Волгоград так вообще не общается. Да вы так текаете, мы говорим как масло. Я, конечно, так жестко как бы ответила. Я говорю, не надо. Нет, 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 нет. Объявляйте нормально город. Я пожутил. Город-герой, мы не деревня. Это же шутки. Мы так лучше, чем вы. Я бы не обратила внимания, вот честно. Видать, для нее это был больной вопрос. Такой степ, жесткий. Да, ведущий Вере явно не понравился. Может, фокусник придется по душе? Мне очень понравился. А, опять бритов положил в рот. Как он не порезался? Он же делал вид, что он их глотает. Пипец. Мне это было очень скучно. А что еще что-то есть? Танцевали ребята восточные. А, ну покажите. Ой, эти мальчики. Там, это было, блин. Я очень люблю это. Кавказские танцы. Лизыкинка. А, а еще что-то будет? Девушка танцевала танец. А это будет? Прикольно, наверное, я. Она сидела в телефоне, честно. Для меня не удивление, что девочки, вот эти ботокусные, сидят в телефоне. Но она была не очень там довольна то одним, то другим. Ну, шоу-программа слабая. Мое сердце покорил скрипач. Тут прям красавчик. Вот он крутой. Талант от бога. Это было великолепно. А сейчас будет кое-что еще покруче. Готовы? Сейчас еще покруче. И мы когда спрашиваем, а что, что это будет, это Анин подарок. Я подготовил для жениха невеста подарок. И тут началось шоу. Шоу Анин. Пыталась, типа, с рептизой что-то танцевать. Я не совсем поняла, что она хотела изобразить из себя. Во, она зажгла эту свадьбу. Девчонки, пора и вам зажечь. Вперед на танцпол. Временами музыка была прям классная. Я выходила и танцевала. Современная такая, зажигающая. Но не вся. Я была радостная и восхищенная вообще всей программой. Тогда порадуйтесь и восхититесь еще и танцем молодых. Я ждала, думаю, сейчас может она на руки поднимет, покружит ее. Вот что-то такое вот хотелось это увидеть. Но они просто так обнялись и танцевали. Мне очень понравилось такое завершение. Оно было такое милое, трогательное. Вот эти балерины, как ангелы, порхающие. Ангелы мои, а вам пора упорхнуть, ставить оценки. За оформление свадьбы Олесе я ставлю три балла. Декора не было, концепции свадебной не было, координаторов не было. Если это бартер, тогда что тут обсуждать? Как говорится, что дали, на том и спасибо. За банкентное меню на свадьбе Олесе я ставлю три. Я ожидала большего. Ну, хотя бы пюре и жареное картошкой. За платье невесты я ставлю Олесе 10 баллов. Оно шикарное. Смотрите далее. Шок волгоградской свадьбы. Мы едем в какой-то лес. За окнами вообще страшные картины. А мы себе машину застрянем, не дай бог. И яблоко раздора. Из-за чего поссорятся невесты? Обзывали друг друга. Наши женщины. Ты про меня? А это тот самый город-герой Волгоград. Он настолько длинный, что не каждый житель способен доехать до конца города. Именно здесь живет и процветает наша модель Верочка с мужем Стасом и двумя детьми. Ребят, расскажите, как познакомились. Познакомились мы в клубе. Возле барной стойки смотрю, стоит красивая девушка. Подходит он и говорит, почему такие красивые, без охраны? Я думаю, о, мишсяк. И сразу полезет целоваться. Вот и все. У меня был сразу план Барбаросса, что все, парень мой. И дальше только ЗАГС. Ты говорила, мы что будем? Встречаться или как-то? Я говорю, давай не будем встречаться, мы уже как бы пойдем на серьезный шаг. Распишемся. Две недели знакомства, говорит, на серьезный шаг. А я ему говорю, ну хорошо, отвечай за свой базар, звони маме и говори, мам, все, я женюсь. И он тут же берет телефон, звонит маме своей, это говорит. И я понимаю, что... А он говорит, ну теперь ты звони. Через два месяца у нас уже была свадьба. Вот, как видите, уже 10 лет вместе. Дай бог, чтобы мы всю жизнь прожили вместе. Да самое-самое... Сейчас раскладывайся. Откуда мы днемся? Откуда мы днемся? Как и положено невесте в этот день, Вера вовсю готовится и жутко волнуется. У меня сейчас такая тряска внутренняя. Я очень переживаю. Как все пройдет, понравится ли всем. Вера, поздно переживать. Соперницы уже в Волгограде. Все началось с того, что мы поехали в кирху. Ну, в общем, у меня шок. Я не понимаю, как можно венчаться в храме православном, а потом идти в другую конфессию. Аллилуйя. Ну, мы православные, но ничего, сегодня нас так обязывают обстоятельства. Зашли спокойно, там скормились, какие-то милые гости. Замечательная атмосфера. Мне так все понравилось там. Обычное помещение с органом. Мы сели и стали ждать жениха с невестой. Сегодня в волюющих сердцем можно почувствовать себя женихом и невестой. Сначала вошел Стас с сыном на руках. Симпатичный в костюме. Скромно одет достаточно. Скромные туфельки дешевенькие. Дальше входит Вера. Белая девушка. Мама Мария совпала, как у меня. Олесь, мы Вере уже объяснили, что это самая популярная песня на свадьбах веков так 10. Лучший образ невесты оцени. Ужасное платье, как по мне. Еще там не хватало этого чайника, подсвечника, которые гуляют за нею. Красавица-чудовище. Мультик «Диснейленд». Это было прекрасно. У нее на голове была большая корона. Как у английской королевы. Мне не понравилось вообще. Безвкусно стать, если что. Но дальше начался спектакль. Они друг другу давали обещания и клятвы. Прямо драко расплакали. Спасение с собой. Простали. Весь полетел уже десерт. И наши дочники живы с ними. И сын подрастали. Я заметила, что он плакал, а она нет. У меня не было чувств на лице. Вообще не было. Снежная королева. Просто муж более сентиментальный, чем она. У меня не было такого, что мне хотелось плакать вместе с ними. То есть там не было души. В конце церемонии зашли детки с крылышками и танцевали танец лебедей. Стас и Вера тоже танцевали алтаря танец. Мне понравилась церемония. Нежно все и красиво. Ну, я почти была на похоронах, если честно. Ну, правда. Меня смутила вообще концепция и то, что они там устроили американское кино. Ну, вот и все. Ты замужем теперь. А куда мы поедем? А дальше мы поехали. Уже. То есть так. Далекий путь. Да, не пати-бас, конечно. И мы не упадем. Что делать? Дорога была разбита. И мы ехали медленно по ухабам. Все. Ой, ***. Волгоград. Нет, еще. Скачала, а? Но жестко качала. Мы как будто на лошадях скакали. За окнами вообще страшные картины. Мне кажется, они мне будут сниться. Смотрите, какие виды. Пакеты из-под мусора. Все усилено. Под цветами в саду. Ким, здесь даже на трассе не сможешь поработать. Нас здесь просто не заметят. Мама, если машину застрянет, не дай бог. Мама, не горю. Сначала нам показалось, что мы едем в какой-то лес. Как будто бы много версий было. Бухрасна, органы визуал. Секс-рабство. Ох. Ну, ничего, мы на юморе доехали. Мы приехали. Похоже на кладбище. Это же вот избы. Ну, это бабушка Ига. Здравствуй, до свидания. Добро пожаловать на свадьбу Веры. Бюджет 300 тысяч рублей. Стиль свадьбы классический. Фишка венчание в кирке. Заходим в большой зал. Было красиво украшено. Я видела как бы красивее декор. Цветочков было много. Ну, вот как Вера описывала, что там будет все просто в живых цветах утопать, она говорила. Я не увидела там вообще живые цветы. Это были все искусственные. А еда вкусная? Еда у Веры была изысканная. То есть красная рыбка была завернута в какие-то листочки. И это было очень вкусно, оригинально. Столы были нормальные, честно скажу. В это раз да. В этот момент, а? У меня одни листья. Я тоже, кстати. Ну, я вообще практически не ела. Поела вот эту зелень. Мне принесли курицу, она была отвратительная. Ну, я надкусила. Пожевала вот это мясо, но не жевалась. То есть мне пришлось его выплюнуть. Может, шоу-программа порадует? Номеров по пальцам можно сосчитать. То есть их было не так много. Мне запомнился фокусник. Они с жидким азотом баловались. Мне было жалко розы и жалко мужчин. А чего головы их разбивают? Я не могу сказать, что я прям, ну, восторгалась. Но это было интересно. Мы подошли, посмотрели, посмеялись. Это было очень затянуто. Мне нравилось, как девушки с крыльями играли на скрипках. Как сказала Люба, после твоего скрипача все скрипки меркнут. Хуже было это. А танец молодых, смотрите, какой оригинальный. Вышли вокруг них танцевать девочки балетных вот этих пачков, балерины. Упс, кажется, это тоже уже где-то было. Ну, я так думаю, что эта идея ей понравилась. Я не думаю, что прям вот так вот все может совпадать. Это все было похоже на мою программу. А вера в ногу слезала. Все банально. Потому что я уже видела людей на свадьбе просто. Ну, это как-то все... По Олесе было совсем по-другому. Может быть, это не был какой-то вот прям супер изученный танец. Но это было красиво. Люба заостряла на мое внимание. Смотри, как у тебя, смотри, как у тебя. Ну, это было очень красиво. Красотой надо делиться. Не жадничай, пусть будет. Но я говорю, ну да, ну да. Олесе, что-то ты совсем загрустила. Я уже просто уставать начала. И мы пригласили официантку, она нам принесла текилу. Стопаду, параду. Смирный снег. Будет добавлено зеркал в колецию. Олесе пьет текилу. Ну, мы выпили по 50 грамм. Правда, лайма у них не было. Был лимон. Ну, ничего страшного. Мы же все-таки в Волгограде. И я вижу, Олеся стала уже танцевать. Сегодня, сегодня. Сегодня, сегодня ты, а завтра я, запомни, мой сладкий. Все люди, как люди, а я суперзвеждаю. Я люблю аджигати, поэтому я пошла танцевала, наслаждалась моментом. Олеся, правда, хорошо себя вела. В отличие от Веры на свадьбе у Олеси. Было много поводов сидеть вот так, в Инстаграме. Ну, просто мы этого не делали. Мы просто развлекали сами себя. Мне было классно. Так, Олеся, уступи танцпол. Сейчас будет коронный номер от Ани. Номер был о том, что девушка идет, гуляет. Какой-то там маленький мужчина пытается ее в карманы залезть и грабить. Мне была предоставлена честь играть роль жертвы. Аня была бандитом в образе Чарли Чаплина. Еще участвовало два парня. Один из них муж Веры, второй друг семьи. Их роль была раздеть маньяк. Короче, они ее раздели, а там женщина. Муж Веры скромный, он убегал от нее. Поклонялся умело. Аня к нему, он там... Стаса комбиксованная человек. Мне понравилось именно шоу, которое получилось. Оно получилось оригинальное. В рамках Аниной программы все удалось. А в рамках Вериной программы сейчас будет торт. Торт ангел. Это было пафосно. Очень пафосно. Меня вот что убило, везде эти крылья. Даже на торт они прицепили эти крылья. Думала, крылья сделаны из папье-маше. Оказалось, что они настоящие, но я имею в виду съедобные. А торт съедобный? Ну, он съедобный был. Он не противный. Я его даже съела. Мне торт понравился. После нас позвали на улицу. Вот. Это последняя церемония. Там была красивая такая арка. Попрошу вас поддержать аплодисментами. Этот исторический момент. Ну, они какую-то реликвию. Кольца дедушки и бабушки подарили своим детям. Торжественная передача. Семейные реликвии серских, анохиных состоялась. Было трогательно, потому что мне хотелось плакать. Но мне запомнилось не это. Мне запомнилось, когда Вера вручила нам букеты съедобные. И сказала, девочки, ставьте оценки, пожалуйста. Надеюсь, вы занижать не будете. Мне не хочется, чтобы кто-то кому-то занижал оценки. Я вообще это не поняла. Это была тумачка. Хотела банально подлезаться. Это было видно. А вот удалось ли это Вере, сейчас и узнаем. Время оцена. За банкетное меню на свадьбе Веры я поставлю 10 баллов. Потому что мне показалось, оно очень вкусно. И чего там только не было. За платье Веры я ставлю цифру 1. Это мультяшное платье. За оформление свадьбы, за местоположение, все в совокупности я ставлю 2 балла. Там были искусственные цветы на столах, вот эти гибаны. И за президиумом вот так вот выложены искусственными цветами. Смотрите далее. Жуткий скандал на московской свадьбе. Красавец. Зависть на лицо ее не скрыть. Люба и ее новая любовь. Что случится на свадьбе в Питере? Мне понравился он. Вот вы такой мужчина, и глаза, и брови. Прям вот такая страсть к нему там воспылала. И неожиданный поворот. Какая тайна раскроется в финале. Вот я дура. Зависть чмо. Ну вот и все, ты замужем теперь. А мы уже в столице. Всего каких-то пару дней в пробке, и мы в гостях у Любы, Геннадия и их прекрасной дружелюбной семьи. Мы отмечаем годовщину нашей свадьбы. 25 лет. Это серебряная свадьба. Подтверждаю. Вы еще хоть помните, как познакомились? Нас познакомил его друг Игорь. Он мне позвонил и сказал, пойдем на шашлык. И вот мы втроем на берегу озера сидели, болтали. Но Геннадий не мог от меня отвести глаз. Он на меня смотрел такими открытыми глазами, краснел, бледнел. Я поняла, он влюбился в меня с первого взгляда. Ну, она была такая действительно красивая. Была. Большие кубри, большие глаза. Как селедочка такая. А что ж ты в селедочку-то влюбился тогда? Ну, красивая и стройная. А потом фактически меня принудили к женению. Я спросила у него, Генн, а когда мы поженимся? А он говорит, когда я буду деньги зарабатывать. А я говорю, а когда ты их будешь зарабатывать? Он говорит, когда через три, через пять. Я говорю, это мне столько надо ждать. Я говорю, я не хочу ждать. Давай уже сейчас или тогда, если так надо долго ждать, я себе буду другого принца искать. Пришлось сделать предложение и жениться. Превращение любови в невесту идет полным ходом. Да и крошки мои уже готовы к свадьбе. Я сегодня буду веселиться, танцевать, зажигать. Я сегодня всем Инди покажу. Наверное, будет весело. Вера, а что случилось? Что с настроением? Я не буду это рассказывать. Так, девчонки, а ну выкладывайте, что стряслось. На прошлой свадьбе Олеся и Аня, они заказали текилу. Нам вчера был счет выставлен. Вера очень сильно ругалась. Платите. Ну вообще так не поступают, мы непорядочные люди. Шиковали за ее счет 100 граммами текилы аж. Сами некрасиво поступили, из меня дуру делать не надо. Да, ну и дела. Бегите в ресторан, пока окончательно не поссорились. Мы в центре, на берегу Москвы реки. Это же так прекрасно. Правда, говорят, она очень грязная. Но я не знаю, я не заметила. Там утки плавают такие красивые. Их так много. Утки? Да, очень красивые утки. Они еще живы? Вон, вдалеке. Ты чего? Вер, ну ты чего? У меня нет настроения, отвечаю. Все, что происходит, мне просто реально бесит. Вер, возьми себя в руки и не порти Любе свадьбу. Добро пожаловать на свадьбу любови. Бюджет 150 тысяч рублей. Стиль свадьбы индийский. Фишка – церемония венчания. Мы зашли в ресторан. Оценила я декор. Ну, вообще классно. Мне все понравилось, индийский стиль. Ну, оно было, ну, такое, достаточно простенькое. Зато молодые вон какие. Геннадий и Любовь Янцевы. Люба мне очень понравилась. Ей очень шел этот наряд. Все мерцало, блестело. Мне платье не нравится. Красный цвет – это очень брезко. Аплодисменты нашей шикарной паре. Муж Любы. Скромный, милый. Ой, любимый муж вообще классный. Ему очень шел наряд этот индийский. Вообще слов нету. Я полностью восхищена ими как парой. Началась церемония. По всем правилам, как и в Индии, по-настоящему. Они обменивались венками. Ходили по кругу. А заключительным этапом было, когда Геннадий одевал Любин на ножки колечки. Так я даже ножку в конце погладил. Так это было вообще трепетно. Ну, интересно. Я же не видела этого никогда, но мне было прикольно. Я ощутила в какой-то момент вот этот колорит Индии. Мне понравилось. После церемонии мы все сели за стол и начали трапезничать. Олеся, положи мне вот эту штуку. Еда достаточно вкусная была. Я много ела сегодня. Все стандартно, вкусно, но в маленьких порциях. Зато шоу-программа в очень больших количествах. Ну, по развлекательной программе там только же были индийские танцы. Кстати, очень красиво танцевала Любина дочка. Видно, что она давно занимается. Прямо у нее так поставлено все движения. Молодец. Все остальные танцы, они как-то, вы знаете, как в одного едино, они как-то вот мимо прошли. Вот там костюмы менялись, а смысл танца оставался тот же. Ань, проснись, а то конкурс проспишь. Был конкурс, когда нужно было отвечать, как мы хорошо знаем молодых. Цвет глаз жилья. Здесь глаз, на вас, они простые. Ёлоковые глаза. Зеленые. И это правильно. Самыми активными этого конкурса были Олеся и Аня. Я знаю, что это я знаю. Я-я-я-я, велосипед. Вера. Опять была такая. Она сидела грустная в телефоне, я веселилась. Я участвовала. Просто они были более активные, потому что они вдвоем сплотились. И мне, конечно, настроение. Может, Анин коронный номер сможет поднять тебе настроение? Аня мне предложила станцевать вот этот индийский танец. Мы решили симпровизировать. Попросили дочку Любы с нами тоже на подтанцовку выйти. К нам присоединились потом гости. Очень так классно зажгли, как мне показалось. Было очень даже интересно. Если бы мы с Олесей вообще ничего не сделали бы, то вообще было бы скучно. Девчонки, а вот Вере танец не понравился. По поводу номера это вообще все очень весело. Аня мне говорит, да-да-да, будем танцевать. В итоге они берут старшую дочку Любы и идут втроем танцевать, меня вообще игнорируют. Но ты могла бы просто присоединиться. И вот так красиво, Ань, с танцем. Олеся танцевала, а мне просто красиво кинули. Поворачиваю голову, вижу, что стоит Аня спиной и очень активно они общаются с Верой. Я тебя в чате полоскали. Я за тебя заступилась. А ты предала. Ты что, вообще что ли? Я понимаю, что это нездоровое идет общение. И вот я оказалась в этом замесе. Договорила, что она не заслуживает больше одного балла. Подожди, ты этого не говорила? Скажи мне так голосом. А ты мне сказала, она тебя... И у нас начался очень жуткий скандал с Верой. Ну, я начинаю за внешность ее дергать. Страшная женщина. Вы уйди. Ты прям реально... Погоди. Вызывали друг друга. Волоси пересадила, мозги пересади себе. Девушки, успокоитесь вы. Вон торт несут. Кладкий аккорд славянной индийской симфонии, друзья. Мы еще скубаемся, мы орем. Тут торт, я не помню торт. Слава богу, хоть торт вас примирил. Вера проходит мимо и говорит, пойдем. После чего мы с ней пошли в туалет поговорить? Мы начали в туалете выяснять отношения. Мне было неприятно твое отношение. Ты видела, что свадьба? Шикарная, красивая. Слишком мы сделали красивую свадьбу в Волгограде. Зависть на лицо ее не скрыть. Ко мне претензия была, что я не восхитилась ее свадьбой. Я адекватно, объективно считаю, что свадьба должна победить моя. В результате Люба начала все сглаживать. Девчонки, ну зачем так? Надо найти козла отпущения, который будет виноват и это всех устроит. Ну, короче, Люба говорит, это Аня во всем виновата. Я сразу заметила. Она просто маленький подстрекатель. Ей на все наплевать. У нее главная задача трех хороших, красивых поссорить. Да, нашли крайнюю. Анька-то при чем? Принеси, пожалуйста. Давай, давай, давай. Ну, я видела, что ее совершенно ничего не заботило о происходящее особо. Раз видишь, что мы офигенно ссоримся, просто в сторону уходим. Это нормально вообще? У меня была своя там свадьба и все было у нее хорошо. Я вообще-то общалась с фанатами. Ладно, давайте уже мириться. Вы и так полсвадьбы пропустили. Я бедна, что мы тебе празднили. Не, не, не спортили, нет. Я бы все равно любили. Тогда она с Люба обняла, Олеся говорит, Вера, прости меня. Я тоже играл, Алиса тоже меня прости. Вера, прости. Алиса, можно не простить? Я никогда не хотела. Все. Прости. И так вот мы помирились. А теперь в лучших традициях индийских фильмов танцы. Крошки мои, выставляйте оценки. За банкетное меню я ставлю Любе 5 баллов, потому что все было достаточно вкусно. За индийское платье невесты я ставлю 10 баллов, потому что я считаю, что блестело, красиво. Вот для меня это супер. За фарминя свадьбы Любе я ставлю один. Смотрите далее. Интриги. Люблю тебя. Подмазывается Каня, да, там, из-за оцены. Скандалы. Рыжай! Не рыжую! Давай! Нравится? Пей! Расследование. Меня аж помурашило. Убийцы ищешь, и никого не подозреваешь, это какая-нибудь святая бабушка. Милости просим в культурную столицу. Здесь живет и творит наша последняя невеста Анна. Сейчас она вместе со своим женихом поведает нам свою лавстори. Познакомились мы с Аней в 2014 году. У наших друзей в шоуруме. Тогда у меня там был салон мой. Была такая тусовка своего рода. Да, да. Я пришла в эту творческую семью, и там был Родион. Театрал, а я люблю театр. Раз, разговор, за разговором. Начали общаться теснее. То, все. Погуляли, фильм посмотрели, театр сходили. А до ЗАГСа как дошли? Родион сделал мне предложение очень неожиданно. Где-то полгода назад. Я узнал, что у Ани кубинские корни. У Ани папа живет на Кубе. И попросил друзей, чтобы они втайне от нее завели ее в кубинское заведение. И я пригласил туда музыкантов. И вот в какой-то момент они врываются в этот бар со своей музыкой и поют и серенаду. И ну, хожу я и говорю заветные слова. Я люблю и ценю Анну за ее смелость, умение быть собой, чего бы ее это не стоило. Не надо ботокс иметь, не надо сиськи иметь, не надо тигровый купальник надевать на себя. Да не, можно. Надо быть настоящ... Ну, отдельная тема, это уже в комнате поговорим. Ну, надо быть настоящим. Наша свадьба будет самая лучшая. Да. Девочки, обожайте. К сегодняшнему дню наша невеста подошла как никогда ответственно. Волнуюсь очень сильно страшно. Хочется, чтобы все было камазом. Чтобы у меня на свадьбе никаких вот этого не было, кажется. Чтобы не ругались. Слава богу, девочки помирились. У нас мир, дружба, жвачка, все хорошо. Вообще, нашли козла отпущения, во всем виновата Аня. И мы знаем теперь, против кого нам дружить. Ну, теперь Аня, держись. Начнем с того, что у меня там стоит уже охранник с мочетелем. Все под контролем. Едем на свадьбу в хорошем настроении, очень критично настроенные. Напьются, раскрепостятся. Такилы пить не будем, хватит пока. Каких развлечений ждете от свадьбы? От Аниной свадьбы, в принципе, я ничего не ожидаю, у меня вообще по барабану. Воображение у меня бурное, поэтому я рисую себе страшные вещи. Я ожидаю полный трэш. Нет, ну, трэш будет, трэш будет. Я в полном предвкушении от этой свадьбы. Надеюсь, я не разочаруюсь. Бабушке будет весело. Пару бокальчиков, шапасикой, все надо. Не то, что в шеста будет танцевать. Девчонки, а вы с собой блюдо взяли? Я решила немножко ознакомиться в интернете по поводу кубинской свадьбы. На самом деле, насколько мне удалось изучить, никто не приходит со своей едой. То есть, если свадьба бедная, то там просто делается фуршет. Поэтому это все отмазка, как сказала Люба, и еда должна быть. С кухней все в порядке. Конечно, главное, чтобы нажрались. Прочитала, что должно быть платье обязательно из атласа. То есть, на Кубе это в обязательном порядке. Какой атлас? Там под талончиком все, девушки, поторопитесь. Сегодняшняя наша свадьба началась с того, что мы искали, где будет жених с невестой. Вообще, куда мы идем? Мы ищем ее тату-салон. Вот это может быть, а? Очень долго стояли на улице, все замерзли. Потом все-таки появился ее муж на каком-то грузовике. Девчонки, тихо, слышите? Вот, вот, вот. Там Фрида Кала была нарисована очень красиво. Начинаем. Из фургона выходит, я не знаю, может быть, конечно, по-кубински, я бы сказала, такой русский Иванушка. Ну, где мое место, а? Привет! Ну, у него была какая-то шапка со звездой. Волосы в разные стороны. Какая-то грязная одежда, он был какой-то заросший. Я вообще не поняла, что это муж. Где моя красавица? Твоя какая? А моя, то, что поменьше ростом. Да? Ну, он прям в образе, такой, такой бравый поручик. Вообще клоун. Ну-ка, признавайтесь. Он такой человек, но для меня это было все вообще. Это ужас какой-то. Ты смотришь и думаешь, блин, что происходит? Я ему прям сказала, вы переигрываете мужчину, но немножко по жизни не себя ведите. Мужчина, не переигрывайте. Мне показалось, что это какой-то спектакль. Нам немножко зябко. Всем зябко. Нас жених потом повел в подъезд. Мы вместе с ним стали ждать его супругу. А любовь решила воспользоваться этим моментом. Аня себя позиционирует как очень сексуальная леди. И на других свадьбах она лезла в шеренгу к другим мужчинам. Да вы меня разыграли. Я честно вам говорю, у нас все снято. Ну и что? Как я вам поверю на слово? Вы увидите это потом. И тут выходит Аня. Я была в шоке. Мне показалось, что это не Аня, если честно. Ну, ангел мой. Я в первый раз ее увидела милой. Ангел мой. Богу, что Аня вообще одела платье невесты. А как же? Свадьба ведь. Сейчас и покатушки свадебные будут. Про что? Она села в машину к своему мужу. Они вытащили эти банки Just married молодожены и уехали. И мы поехали за ними, чтобы посмотреть Питер. Там банки, интересно, поотрывались уже. Угу. Мы были возле собора спас на крови. Но собор естественно красивый. Давай втроем. Давай. Чтобы я в полный рост и храм. Давай, давай. Самый большой плюс нашего нахождения здесь в Питере, что мы сделали красивые фото возле собора. После спас на крови мы поехали. Ой, я просто, честно, не очень в такая, что это такое, бардершоп. Ну вот и все, ты замужем теперь. Добро пожаловать на свадьбу Анны. Бюджет 30 тысяч рублей. Стиль свадьбы кубинский. Фишка кубинское венчание. Когда мы вошли, я увидела очень маленькое помещение, где нет ни окон, ни дверей. Все очень круто. Декора никакого вообще не было. Стоят вот эти три сиденья, потому что голову моют. Я подумала, что это просто предбанник. То есть это просто вход. Аня, нам куда-то проходить надо или здесь стоять? Вот тут была свадьба. Вообще, представляете? Я... Извините. Вер, зато еда есть. Там был фуршет. Аня, то тебе гости делали ли вы сами? Закуски какие-то, там вот хлебушка, кусочек там, мельчины, еще чего-то с палочкой. Просто понавали на кучу закусок. И знаете, когда прожектора вот так светили, очень много было пыли. Она вот так вот клубилась, летала, летала возле этой еды. Мне казалось, я видела даже историю их приготовления грязными руками с грязью под ногтями где-то режет на питерских грязных кухнях и принесли мне есть. Но это оригинально, конечно, что не могу сказать? Ну, это не банкетное меню, конечно. Олеся, видишь, а ты переживала, что кушать ничего не будешь. Вкусно? И нам сказали, что это вся еда, которую мы видим, больше ничего не будет. Я прям-таки расстроилась. Я осталась голодной. Я до сих пор хочу есть. А вас предупреждали. Берите еду с собой. Хорошо хоть для поднятия настроения у Ани напитка вдоволь. Попробовал напитки, которые там наливали. Слушай, а что я пью? Это не крепкий напиток? Сейчас пухнешь, и будешь как кубинист на свою жизнь. Коктейль был вкусный, но, наверное, он был сильно алкогольный, что у меня прям там голова стружилась. Уносила очень сильно. Там какой-то ликер, походу, градусов 40. Я выпила полтора коктейля, и я уже почувствовала, что я пьянее. Я не пью алкоголь. Я нужна безалкогольная. Это безалкогольная вода. Ну, воду я и дома попью. Попросила сок. Только вода есть. Света. Падре осветил. Хотите? Ну, ё-моё, ну, люди, ну, пришли как-то к тебе гости, ну, ты что, не могла там колу взять, не знаю, там, сок? Это нормально? Быстро послали конца, который сбегал в магазин и принёс ей сок. Ну, коль у всех налито, можем и о шоу-программе поговорить. Интересного не было ничего. Вообще, никто ничего не развлекал. Тусовка, это не свадьба, это тусня. Я уже на волне. Конечно, мы не хотели скучать, я не хотела в первую очередь. Она пила коктейль, который она называла божественным напитком. Это что-то очень вкусное, такое в жизни пила. Но она как-то меня сводит с ума. И быстренько пришла в нужную кондицию. Аня, давай танцы. После чего у неё моментально развязался язык. Вот она всё, что думала, то и говорила. Она вообще не фильтровала. Ты меня понесёшь, если я напьюсь? Нет, я же не ваш муж. Мужчина. Просто вы знаете, вот вы такой мужчина и глаза, и брови. Я люблю таких мужчин, как вы. Если Аня сделала свадьбу Олесе, то Люба сделала свадьбу Ане. Это прям 100%. Она танцевала, зажигала с парнем, с одним. Говорила, что это мужчина её мечты. Мне понравился. Есть мужчины классные, красивые. Слишком много внимания сегодня. Он был очень приятный, симпатичный. И он танцевал. И я видела искры в его глазах. Прям вот такая страсть к нему там воспылала. Люба в таком новом образе, роковухе такой. Это было очень забавно. Мне показалось, что ему нравятся всё-таки женщины, ну, высокие такие, с импатичными, как я. Даже был момент, что она, мне кажется, подошла, ну, и в губы его поцеловала. Я это хотела заснять, но мне не получилось. Ох, и жаркий вечерок. Мне кажется, всем стоит проветриться. Тем более, что повод есть. Нас пригласили на церемонию обмена колец. И мы пошли на улицу. Ну, вот напиток божественный, напиток богов. Ой, такие упасть боги. Блин, трезвая жизнь меня покидает. Я остаюсь просто одна. Там стоял этот фургон, в котором они уехали. На этот раз уже двери открыты были, свет направлен. Подождите, а разве можно в машине, а не в храме это происходить? И там был пастырь и переводчик. Это как называется? Мужчина-пастырь? Вы пастырь? Родион встал на одно колено, ну, чтобы как раз и Ане в глаза смотреть удобно было. Ну, как я сказала, какие-то слова там, не знаю, на кубинском, на испанском языке, я не поняла. А я ничего не понимаю не по-русски. А он переводит, он переводит? Этот бубнел что-то на кубинском, потом этот бубнел быстро в переводе. Будешь это любить, уважать? Ничего не слышно вообще, что они говорят, ничего не слышно, потому что микрофонов нет, соответственно, шум улиц, фонарь. Смотрю уже, бах, кольца одели, поцеловались, вот и все. Не особо мне понравилась эта церемония, никаких эмоций на ней вызвалось, если честно. Позорище, это, я не знаю, это глум, это прикол. Это было отвратительно, на самом деле. Ну как можно благословлять в машине? Это красиво, это красиво. может, танец молодых вызовет эмоции? не забыли, это красиво. Ребят, ну, я не знаю, это ненормально. Я помню, они там что-то танцевали, но не помню, насколько это было красиво или плохо. А торт запомнился? Из ниоткуда появляется торт. А без какой-то презентации просто вышел торт. Здрасте, торт, кушаем. Торт был двухъярусный. В стиле вот этой как раз-таки революции Че Гевара. Они его прикольно мачете разрезали. Я просто боюсь его разы. Он был очень вкусный, мне понравился. Ну, обычный. С моими сравнился, конечно. Но торт с сеном я еще не ела ни разу. Я задерживалась на этой свадьбе только из-за того, чтобы посмотреть, что дальше будет выкидывать Люба. Она звезда, а ты вообще вот кто? Не обижайся. Твертый брак, у тебя будет пятый. Я тебя напрорую, пятый брак. И тут что-то пошло не так. Одна из гостей Ани просто красиво повела. Взяла в Любу, кинула то ли косточку, то ли что. Так, девушка, а вы зачем бросаете с нее, я не пойму. Я сейчас вам брошу. Она почувствовала, что я что-то в лицо прилетела не больше, а Вера это прямо увидела. Какая девушка, дайте разодраться. Вот рыжая тебя зачем-то бросила, да. Люба вообще красава не растерялась. Встала, взяла чашку с шкурками от ананаса. Пойдем драться. Прям из этой чашки в нее. И не только в нее. Рыжая. Пей рыжую, давай. Нравится? Пей. Мне вообще плевать на тех, кого я вообще не вижу. Да, Люба в этой ситуации абсолютно правильно поступила. Потому что, извините, если у какой-то соплячки нет уважения к взрослой женщине, то можно было эти соплячки и ветров на голову надеть. С такими только так. Ань, защити меня от рыжих. Может, хоть одна свадьба закончится без интриг и скандалов? Ветер закончился тем, что гости на нас косились, как не знаю на кого. Было это очень неприятно. Я, знаете, я ждала, когда мы быстрее поедем в гостиницу, я буду спать. Люба, давай попрощаемся и в номер поедем. Но у Любы, кажется, другие планы. Она уже хорошо божественного напитка выпила. И пришла еще в другую стадию. Мы пошли с Аней проветриться. Ань, пойдем, Ань, Ань. Она Аню простила. Ей стало ее жалко, она ее полюбила. Мне хотелось ее пожалеть, поглазить, приголубить, что-то ей дать. Начала делать ей кучу комплиментов. Ты красавица, обнимать, целовать. Тебе многие лгут. Мне кажется, что даже твой этот супруг лжет тебе. Чуть ли не в губы целовала. Моя малышка, моя красавица. Прям такая любовь, такое сближение, которое очень, кстати говоря, Вера настораживает. Ну, началось. Люба может быть в каком-то плане подмазывается Каня, да, там, из-за оценок. Люблю тебя. Насколько, насколько могу любить. Прости меня, если я что-то плохое сказала. Вот это как раз-таки насторожило. Не меня, а Вера меня на эту мысль натолкнула. Знаешь, сейчас меня аж помурашило, как в этом каком-то трейлере, знаешь. Убийцу ищешь, и никого не подозреваешь, это какая-нибудь святая бабушка. Подозрительные мои. Я уже и сам запутался. Кто из вас святая бабушка? Надеюсь, оценки расставят все по местам. За банкетное меню на свадьбе Анны я ставлю два, потому что я съела две маленьких кукурузинки. Больше я там ничего для себя не увидела. За платье невесты ставлю один, потому что меня не восхитило это платье. За оформление свадьбы Ани я ставлю ноль, потому что ничего не было. Оформлений не было. Вот мы и отгуляли последнюю свадьбу. И буквально одна минута отделяет нас от имени победителя. Ну вот и все, ты замужем теперь. Четыре свадьбы позади. И прямо сейчас мы узнаем, кто заслуживает победы и кто получит путешествие мечты от канала «Пятница». Любовь, Москва, Вера, Волгоград, Олеся, Краснодар, Анна, Санкт-Петербург. Девчонки, даю вам право последнего слова. Хочешь засветиться на всю страну в эфире самого модного телеканала? Заходи на сайт загс.прайдэй.ру и действуй. Выкладывай видео с предложением руки и сердца, и тебя ждет настоящий фонтан эмоций и стопроцентное беззаговорочное «да». У меня очень позитивное впечатление, несмотря на все, что было. Я считаю, что ей стало лучше разбираться в людях. А Олеся молодец. Она уже показывает свои шипы. Олеся ведомая. Вера все время проводила параллель с моей свадьбой. Ей хотелось сравнения и все время в свою пользу. Она на каждой свадьбе была недовольна. Даже у тех, кому *** пишут. Ну это так тупо. Ну а Аня – это вообще шедевр нашего проекта. Аня меня *** в душу, испортила все впечатление, испортила самое главное ощущение от проекта, что для меня было свято. Весь проект Аня хотела вывести меня из себя. Любовь при первой встрече показалась мне *** бабкой. И это все и вышло к этому. Она еще и подлая бабка. Ладно, просто бабка на пенсии сидит. Люба, вы знаете, когда я только ее увидела, мне показалось, она такая скромница. А потом, знаете, я вообще обалдела. Угу. Мама Люба, давай. Ну подумаешь, подвыпила. Зато говорит все, что думает, как думает. Ты просто скажи, я просто пить не умею. Вот и наступил решающий момент свадебной битвы. Основные оценки невестами уже выставлены. И теперь им предстоит распределить финальные 50 баллов за общее впечатление от свадеб друг друга. И самое важное, блин. Это было нелегко. Да, я приняла решение. Ну вот и все, ты замужем теперь. Соперницы сделали свой выбор. Очень скоро мы узнаем имя счастливчика. Девочки, кто бы не одержал победу, давайте все равно останемся друзьями и будем любить и уважать друг друга. Давайте за мир. Девушки, трепещите. Прямо сейчас в студию войдет муж одной из невест. Именно эта пара и станет победителями проекта. Олеся, прими наши поздравления. У тебя первое место и 101 балл. На втором месте Любовь. У нее 99 баллов. На третьей строчке Вера. У нее 98 баллов. И на последнем месте Анна. И ее 45 баллов. Ну что ж, девушки, а теперь самая интересная книга оценок. Откройте и посмотрите, кто оказался волком в овечьей шкуре. Анна Любови. Платье невесты 2. Банкетное меню 3. Оформление 1. Общее впечатление 1. Поэтому у нее такая карма на самом деле. Пиглица. Анна Беря. Платье невесты 1. Это просто на самом деле несправедливо. Я тоже 1 поставила. Это тебе вернется. Потому что на самом деле у нее шикарное платье. Понимаешь? Это зависть у тебя была страшная. Как можно за такое платье поставить был 1 балл? И общее впечатление 1. Зависть чмот. Понимаешь? Зрители не обманешь. Я ей и то за платье невесты поставила 5. Представляешь, надо было 1 поставить. Вот я дура. Любовь и Олеси. Почему я тебе поставила 1? Потому что, знаешь, я знала, что ты зашла в сговор с Аней. И поэтому... И поэтому... Потому что ты зашла в сговор с Верой, да? Да. Поэтому я не зашла в сговор. Я не зашла в сговор. До последнего сомневалась по общему впечатлению. Я хотела вам поделить всем поровну. Хорошо, что мне муж посоветовал, потому что он проинтуитил все это дело. За общее впечатление от свадьбы Веры я ставлю 10 баллов. По Любе я ставлю 10 баллов. Все испортилось этим скандалом. По Ане я ставлю 30 баллов. За общее впечатление от свадьбы Олеси я ставлю 48. Муж мне посоветовал отдать самые честные, добрые, достойные. Это у нас Люба. За общее впечатление от свадьбы Любы я ставлю 48 баллов. За общее впечатление от свадьбы Веры я даю ей оставшиеся 48 баллов. Получается, вы друг на друга слили бал, Аня меня поддержала. Я считаю, что все честно. Давай так честно. Олесь, объективно у тебя свадьба была некрасивая. Я это уже слышала две раза. Я хотела, чтобы победила сильнейший. Кто-то умеет достойно принять, а кто-то нет. Победители покидают студию, но страсти не утихают. За твое поставить платье Ане один, это просто тоже человек. Понимаешь, что она в своей жизни видела, но ничего. И поставила эту злую единицу за платье. Я в шоке. Поднимаешь, что твое платье достойное. Меню твое было просто идеальное. Поставить три, это только из зависти. Потому что у нее там просто были какие-то бутерброды. Что перед свиньями бисер метать? Ничего просто не было. Хватит засаживать в два горла одного человека. Вы слили баллы друг к другу, я вам по 10 дала. Не по одному, как ты мне, как ты мне. Ты мне дал один балл за свадьбу, за 5, Алиса. Я тебе за общие впечатления дала 10, и в итоге 14, как и ты мне 14. Да ты от зависти. Я отдала ей, потому что ты меня уже сдавила. Я не буду оплесить. Алиса, Алиса, Алиса. Можно ли я скажу? Если ты мне сдавила, я просто послушала, что не уходи, пожалуйста. Вот самые честные оценки, это были те, которые мы первые ставили. Пойдемте. Пойдемте. Сейчас дело честно. Не все могут достойно принять поражение. А мы хотим поехать куда? Поедем в Италию мы обязательно через Волгоград. Специально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...